Редакция «Универньюз» приветствует всех наших зрителей. С вами в студии Олег Кашин. Сегодня я расскажу о самом главном, что произошло в студенческой жизни нашего города. Ильсур Медшин вручил стипендии лучшим студентам города. Научные проекты, которые могут удивить в космосе, побывали рыбы. Какие технологии полезны для образования, обсудили в Казанском федеральном университете. Мэр Казани вручил именные стипендии 70-ти одаренным школьникам, студентам и аспирантам города. Торжественная церемония награждения победителя конкурса на соискание именных стипендий мэра Казани по итогам 2017 года состоялась в Казанской ратуши. Семидесяти выдающимся школьникам, студентам и аспирантам среднеспециальных и высших учебных заведений Казани присуждены именные стипендии мэра Казани. Ильсур Медшин в Казанской ратуши наградил отличившихся школьников, студентов и аспирантов по итогам 2017 года. Сегодня мы традиционно собрались в преддверии Нового года в этом зале, чтобы наградить самых талантливых, старательных учеников, студентов и аспирантов, отметить ваши самые выдающиеся заслуги и успехи. В науке, искусстве и спорте вы все время покоряете новые рубежи и внушаете нам уверенность в том, что будущее Казани в надежных руках. Благодаря талантливым, трудолюбимым работникам, инженерам, архитекторам, экономистам, ученым, представителям сотен других специальностей наш город растет и развивается. И глядя на вас, я понимаю, что наше будущее в надежных руках и вы станете достойной смены сегодняшним профессионалам. Эль Сурмешин сообщил, что в этом году был побит рекорд по количеству студенческих работ, поданных на сыскание стипендии. В конкурсную комиссию было направлено более 200 работ, посвященных развитию городского хозяйства. Проект заключался в геоэкологической оценке Самосыровского полигона и самой свалки Самосырова. Когда делали эту свалку, никак территорию не защитили, и, соответственно, все, что на этой свалке остается, все металлы, химикаты, они все попадают в почву, в воду, и все это идет дальше, дальше, дальше. И это огромная экологическая проблема, она есть не только у нас, я больше, чем в этом уверена. И, соответственно, наша цель – это мониторинг и найти какие-то способы, как можно с этим бороться. В этот день в числе лучших были студенты и аспиранты Казанского федерального университета, которые доказали то, что именно они достойны столь высокой награды. Мой проект заключался в изучении геноклеточной терапии болезни Альцгеймера. Эту работу я проводила совместно с Казанским государственным медицинским университетом и Казанским федеральным университетом. Этим я проектом занимаюсь довольно давно, еще со второго курса, и до сих пор продолжаю свои исследования. У меня есть леда, магниты разбавлены в полупроводнике на основе широкозонных полупроводников. Предполагается, что такие материалы будут использоваться в спинтронике, электронике будущего. Данная награда имеет особое значение. Она поможет молодым людям при поступлении в высшие учебные заведения, а также станет хорошим подпорьем при составлении портфолио. Диана Шилова, Леонард Влечяров, Универньюс. Старейший японский партнер КФУ славится любопытными научными проектами, касающихся физики низких температур, изучения воспалительных процессов в организме, онкологии и многого другого. А чего только стоит рыба, отправившаяся в космос? Чем сегодня удивляют ученые Казанского федерального и Университета Канадзавы, расскажет Аделя Шамилова. Работа над взаимным сотрудничеством КФУ активно развивается. К слову, она началась еще с 1998 года по таким областям, как физика низких температур, воспалительные процессы в организме, неинвазивная диагностика в онкологии и многим другим. Наиболее активно осуществляется совместная работа казанских ученых с лабораторией физики низких температур физического факультета Университета Канадзавы в целях поддержать наработанное и расширить возможности старейший японский партнер КФУ вновь посетил Alma Mater с трехдневным визитом. В течение дня делегаты знакомились с корпусами и лабораториями Казанского федерального. Первой точкой визита традиционно стал Мусей истории КФУ. От лица университета гостей приветствовал проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по внешним связям Ленар Латыпов. В ходе встречи поднимался вопрос о ближайшем будущем совместных проектов. Казанский университет является центром притяжения для японских коллег. Кроме того, КФУ входит в список вузов, рекомендованных правительством Японии для научного обмена. Полностью поддерживаю интерес в развитии совместных проектов КФУ и университета Канадзавы. Надеюсь, нам удастся закрепить договоренности. Стоит отметить, что старейший японский партнер КФУ славится любопытными научными проектами. И с подробностями некоторых из них нас познакомил профессор университета Канадзавы. Японские ученые совместно с российскими стремятся сократить целый ряд опасностей для здоровья человека при полете в космос. Дело в том, что из-за длительной невесомости у космонавтов ухудшается состояние костей и мышц. Так что в настоящее время потеря костной массы у астронавтов является одной из острейших проблем со здоровьем, наблюдающихся в условиях космического полета продолжительностью нескольких месяцев. Решить проблему поможет золотая рыбка. Желание она, конечно, не исполняет, но поврежденные кости вполне себе восстанавливает. Как оказалось, эффекты микрогравитации сказываются на рыбах значительно быстрее, чем на людях. Почти сразу после попадания на оквоземную орбиту у них начинается снижение плотности костной ткани. Но восстанавливаются они феноменально быстро. Рыбы – это один из немногих объектов, дающий возможность увидеть непосредственное влияние космического полета на организм. Планируется, что полученные данные станут основой для создания новейших лекарственных препаратов для восстановления костной массы. Такой проект, несомненно, несет потенциальное клиническое значение, как и многие другие, в том числе совместные с учеными КФУ-проекты, перспективы развития которых будут обсуждены с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым. В завершении стоит отметить, что японские коллеги проявили интерес к возможности проведения совместных мероприятий в рамках Года Японии в России, которым, как известно, объявлен 2018 год. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Лице имени Николая Лобачевского посетила делегация Ненецкого автономного округа. Подробности встречи смотри в сюжете. Директор и учителя лице имени Николая Лобачевского Казанского университета поделились своим опытом с делегацией Ненецкого автономного округа. Встреча состоялась в рамках ознакомительного визита. В составе делегации приехали советник губернатора, а также директора различных школ Ненецкого автономного округа. Впечатления вообще грандиозные. От того, что мы видим, конечно, разительное такое отличие от того, что мы имеем. Мы у нас в основном здесь в составе делегации директора сельских школ. Настолько вдохновились, настолько мы зарядились вот этой энергией от директора. Хотелось бы уже что-то прямо у себя сделать, уже прямо приехать и начать применять. Гости познакомились с системой работы лицея имени Лобачевского. Конечно, мы как на другой планете, мы не как гордость берем за то, что у нас в России, за вашу республику, но и то, что вы в составе России, у нас такая гордость, что у нас есть это все. В продолжении визита также прошла ознакомительная экскурсия с историческим наследием лицея. В планах у гостей также посещение IT-лицея КФУ. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Для развития образования необходимо не только отдельное развитие университетов, но и их взаимодействие. С этой целью и собрались преподаватели КФУ и других вузов России на научно-практическом семинаре. Какие вопросы обсудили на мероприятии, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. 21 декабря в Казанском федеральном университете состоялся научно-практический семинар использования информационно-коммуникационных технологий в преподавании культурологических и музеологических дисциплин. Как использовать новые формы, вот об этом мы сегодня будем говорить, поскольку мы выходим на такое предельно широкое понимание не только в рамках университета, не только в рамках Татарстана, но и России. На мероприятие вынесли различные вопросы современных методов образования. Участники обсудили создание образовательных электронных ресурсов, роль инновационных технологий и взаимодействие вуза в обучении. Для сотрудников Казанского федерального университета состоялся мастер-класс преподавателя Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Он поможет с точки зрения именно передачи опыта, того, как можно представить вроде уже понятную дисциплину, все-таки культурология, хотя и молодая наука, но утвердившаяся, состоявшаяся в российском высшем образовательном процессе. Также на семинаре состоялось прямое включение с Московским государственным университетом. Участники мероприятия обсудили с московскими преподавателями развитие и использование дистанционных технологий в системе образования. Артем Тупичкин, Ленардо Валетяров, Универ Ньюз. Это были все новости на сегодня, но завтра мы порадуем вас новыми сюжетами. Оставайтесь с нами и смотри Универ ТВ. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова